дорогие друзья подписчики и новые подписчики и старые подписчики всем привет напоминаю вы находитесь на моем youtube канале автоподбор 25 я на целую неделю выпал из работы друзья приношу огромное извинение за неотвеченные звонки за неотвеченные смс и потому что их было очень очень много вот к сожалению не было возможности получилась такая вот со мной неприятная жизненная история ситуация в общем целую неделю я пролежал в больнице в подробности что было что со мной произошло вдаваться я не буду но немного покажу было в принципе вот так вы сможете сейчас сейчас все это увидеть и посмотреть вот примерно вот так это выглядит с одной стороны а вот так это выглядит сзади сейчас как видите я полностью восстановился вы знаете что самое интересное даже доктора они удивились как я так быстро встал на ноги то есть по их подсчетам по их срокам они говорили мне что я пролежу в больнице две недели как минимум две недели и тому пример со мной лежал парень примерно с таким же ранением он до сих пор лежит больница а я вот он уже вот пожалуйста перед вами живой здоровый вышел на работу в общем смотрите у кого есть какие то проблемы со здоровьем это хронические заболевания все это дело можно решить я прям вот буду транслировать что со мной было как я восстанавливался в инстаграме напоминаю у меня есть инстаграм называется он автоподбор 25 английскими буквами автоподбор 25 подписывайтесь на мой инстаграм ну и завтрашнего дня я буду рассказывать собственно что я делал что я принимал и как как так быстро я восстановился и еще я хочу вам напомнить то что на ютубе появилась фишка появилась она довольно таки уже давно я помог предыдущем видео об этом говорил короткие видео youtube да кстати многие писали заговорили ты горит камеру переверни да нифига фишка в том то что youtube как бы он борется там с инстаграмом там еще с чем-то с этим стик током и там только вертикальные видео вертикальные и только одна минутная вот будет отдельный плейлист на именно на короткие видео и видосов будет больше что проверяем какие машины уходят какие машины покупают ну и соответственно будет будет немножко больше цен вот сейчас не забываем подписаться на канал обязательно палец вверх лучше два прокомментировать едем на авторынок и сегодня будет естественно сегодня будут цены но я сегодня решил сделать такое видео я почитал комментарии последнего предпоследнего видео комментариев очень много отобрал несколько комментариев и покажу именно те автомобили которые вы подписчики просили меня показать вот поэтому пойдем на авторынок смотреть автомобили для вас да и с рук с 2014 года таких автомобилей мало стоимость 445 тысяч рублей вот для подписчика александра который просил снять такой автомобиль довольно таки интересно автомобиль то есть есть здесь на обычный да есть а езды с рук с него дверки идут такие вот распашные он не идеально но тем не менее 14 год 445 тысяч рублей стоит данный автомобиль у него темный салон сзади у нас идет пластик багажник ребят как у как вам сказать как у обычных кейкаров задние сидения складываются вот таким вот образом на сегодня залазить не будем машинка такая маленькая дверь массивная и место в принципе как и в любом кейкаре очень очень много боковые двери видите разрежены тоже очень удобно особенно знаете на на парковке возле супермаркета где-нибудь посмотрите сколько места сзади сзади предусмотрены столики для задних пассажиров ручки подстаканник помонтированы колонки подсветка доводчик бесключевой доступ есть тоже дверь передняя такая массивная идет штатные коврики переднее сидение тоже темного цвета климат-контроль вариатор объем двигателя вот кейкар естественно естественно это 07 фары линзованные массивная решетка хромированная установлена туманки также стоят повторители а и стоп регулировка зеркал комплектация я скажу не максимальная но и неплохая посмотрите обратите внимание сколько места на передней панели ну и соответственно место место для пассажира тоже довольно таки довольно таки много вот такие сегодня кратенькие обзорчики сделаем ребят именно для вас и и пишите продолжаете писать в комментариях берем два автомобиля берем два автомобиля и их уже сравниваю между собой четырнадцатый год 445 тысяч друзья и следующий автомобиль для подписчика дмитрия из города москвы москва это honda серзе автомобиль 2011 года выпуска это такой на самом деле редкий автомобиль на авторынке еще более чем он скажем так редкий как поговорил с продавцом сколько он не возил таких автомобилей один за все время его работы один единственный пришел с панорамной крышей он черного цвета это такой спорткар полтора литра 113 лошадиных сил ну естественно помогает толкает еще и батарейка он на литье летняя резина 11 год 12 месяц гибрид комплектация альфа black кожаный салон smart ключ бесключевой доступ климат-контроль а и стоп в принципе есть все лежит аукционный лист его не проверял нужно проверять пробег 130 тысяч ну полюбуйтесь немного внешним видом и вот по по самому автомобилю да у меня наверное такой прям по грудь будет мильчик давайте посмотрим багажник принципе довольно неплохо но сразу хочу сказать то наверное такое двухместный автомобиль потому что сзади место очень очень мало опять же в семью такие автомобили не покупает именно как как семейный вид сзади брызговики ветра реки и сзади акулий плавник все есть такого плана ручки здесь еще бы дверь открывали за наверх было бы отлично дверь такая прям широкая идет пластик мягкий нос кожа что-то типа там каких-то вставочек кожаные сиденья ну давайте вам покажу на чтобы было понимание да безусловно можно подвинуть переднее сиденье вперед но пассажиру останется место очень очень мало если честно очень очень неплохо смотрится автомобиль штатное литье без ключевой доступ сегодня жарко на улице очень жарко сажусь сажусь как спорткар реально сел провалился смотрите ребят панорамная крыша а так можно солнышко спрятаться можно вот так открыть в принципе сижу удобно кожаный руль управление магнитолы круиз менюшкой туманки антию спорт режим нормальный режим эко режим железные педальки климат-контроль мультимедиа есть подогревы есть разные выходы но неплохо неплохо на самом деле я бы взял себе такой наверное как вам сказать airbag здесь взял бы себе режим выходного дня но пока не могу себе позволить такую роскошь и так это honda серзе 2011 года выпуска стоимостью 780 тысяч рублей так этот автомобиль у нас nissan note e-power для михаила из города калининграда просил сделать такой небольшой обзорчик пожалуйста это такой электроавтомобиль двигатель у него работает постоянно заряжая батарейку на холостых оборотах ну смотрится смотрится неплохо достойно восемнадцатый год пробег сейчас пробег посмотрим багажное отделение задние сидения складываются подголовники регулируются аккумулятор как видите установлен сзади когда только появились такие автомобили кстати с анальчики было непонятно как работает двигатель то идет нагрузка то не идет нагрузка на двигатель я такой автомобиль забирал где-то недели полторы назад суриско но я скажу довольно неплохо он едет и в принципе он мне понравился сиденья такие комбинированные идут здесь все панель как в обычном nissan ноуте здесь все как в лифе да похоже на лифа драйв мод ручник руль такого плана спидометр согласитесь да неплохо смотрится автомобиль камера заднего вида система кругового обзора все здесь есть как видите парковки здесь нет здесь мы просто нажимаем на кнопку у нас автомобиль автоматом встает на парковочку по месту ребят место довольно неплохо довольно много автомобиля пишите в комментариях то есть давайте так все таки выделять какие-то автомобили да и прям делает на них такие подробные обзор очки конечно кнопка старт конечно было бы время еще на все это дело сейчас лето уже можно сказать по машину покупается больше больше так это восемнадцатый год и power 835 тысячам стоит это honda fit версия 1 и 3 и версия ребят у нас идет комплектация с к максимальная комплектация с это у нас идет для константина из города омска то есть с комплектация понятно то что это фары линзованные ходовые огни штатное литье по бокам идет обвес повторители черный потолок автомобиля и немного другого банной сиденья прошиты красной строчкой есть гибридные версии автомобилей но с к цена конечно здесь кусается данный автомобиль стоит 820000 рублей нехило неслабо задние сиденья также сла складываются мне фите нравится именно объем багажного отделения он знаете такое прям вот такой как надо и не маленький и небольшой сама-то так ну если честно резко какая-то такая какая-то такая не такая видимо то что это то что не гибрид тоже железные педальки лифт сидений руль обычный блин идет климат вариатора и стоп кнопка старт 76 тысяч пробег датчик при столкновении японский регистратор анти юз к стб то есть эту систему можно отключить какая сегодня жара на улице 29 градусов показывает автомобиль идет вот здесь вот подсветочка в темное время суток да в сумерках реально клёво смотрится автомобиль тахометр у нас есть шестнадцатый год 1 и 3 с комплектация кузов целый 820 тысяч рублей далее ребят олег из иркутска попросил снять кей картик вот такой вот это dayhatsu мира с как видите это уже идет свежий кузов стоимость автомобиля 430 тысяч рублей ну извините что конечно голубой цвет хотя цвет мужики тоже покупают такого плана автомобиля 430 тысяч рублей но мира конечно она изменилась изменилась в лучшую сторону она стала смотреться намного великолепнее шикарнее сзади сонары стопори такие знаете вот угловатая здесь накладочки этот спойлер подогрев так ключики взял ключики взял дверь задний идет пластик подголовников нет в предыдущих в предыдущем кузове тоже где есть подголовник и где нет но здесь в принципе даже вот вместо до отверстий для них нет место сзади в салоне как было ребят много так и осталось поверьте это вот один из самых больших кей каров при это двинутом переднем сиденье я сажусь назад со своим там со своим ростом дата метр восемьдесят два и у меня коленки они даже не упираются никаком шики роскоши здесь конечно речи быть не может такой бюджетный самый бюджетненький кейкер но опять же извините в семнадцатый год и 430 тысяч рублей пресса заводится автомобиль с ключа спидометр вот такого плана играет у нас разными цветами климата нету на крутил очках магнитола обычно торпеда пластик мягенький потолочек ручник пенал но тоже какой-то вот пенал подстаканник airbag принципе в принципе все здесь есть сейчас идут что-то двину до конца смотрите да кейкар кейкара сколько мест кейкаре пробег указан 98000 на автомобиле глушим объем двигателя естественно здесь идет 07 и кстати друзья сейчас поговорил я его не пробивал но сто процентов говорят это ее аукционный лист пробег 98000 кузовщина в принципе здесь идет целенько то есть машина идет больно может кому будет интересно поставьте на паузу откройте пробейте вот вам кузов автомобиля потому что машина больно и пробег нормальный пробег 98000 если вы хотите пробег себе на такого автомобиля там 20-30 тысяч то готовьте намного больше денег друзья и смотрите новинка скажем так старый хит продаж реально хит продаж старых там два три четыре пять лет назад это honda honda fit 4 балла с пробегом 57 тысяч километров стоимость автомобиля 580 тысяч рублей это старый fit старый кузов это очень популярный автомобиль и даже сейчас очень много звонков во-первых владивостоке это на и популярность автомобиль и сейчас очень много звонков просят найти пробежные такие автомобили а тут пожалуйста на тебе без пробежный автомобиль с пробегом повторюсь 57000 аукционный лист мне показали он на литье хорошая летняя резина я его не пробивал сейчас я его вам покажу у него чистый приятный салон ухожен кому будет интересно можете пробить да на 4 балла 57 тысяч пробег 1 и 3 вот номер кузова ставьте на паузу уфе внутри он конечно по крайней мере для меня для меня он узнаваемый он оттыкали что-то сюда электронику это много всего 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 он на место камера на себя направил место довольно много неплохо в автомобиле он у нас на климате кожаный руль туманочки здесь ставили подлокотничек имеется довольно неплохо 1 и 3 и вариатор друзья и людмила попросила из самары снять вот такой вот toyota но так получилось то что данный автомобиль скинули на проверочку я его проверил для подписчика ну и заодно для людмилы снимем стоит автомобиль полтора миллиона он 2016 года выпуска комплектация не бомба но и и не самая бедная это полноценный микроавтобус есть датчик при столкновении штатное литье летняя резина повторители бесключевой доступ три ряда сидений у автомобиля огромное багажное отделение ниша приветствует третий ряд сидений крепится по бокам сзади идут два капитанских кресла автомобиль 4 в.д. электро идет только левая дверь правая дверь работает в ручном режиме смотрите как сиденье двигается вперед назад подлокотники здесь подлокотники очень много места вот такой басик покупать когда у тебя семья дети милое дело конечно пробег сто пять тысяч четыре воды круиз-контроль не успел показать как загорелась сел развалился место просто выгонить вот честное слово место очень много не нравится такие автомобили но как вам сказать я привык ездить на если честно на высоком автомобиле потому что это связано и да по большей части это наверное связано все таки с работой с работой потому что работаешь не только на авторынке не ходишь не только по вторым ку но мотаешься еще и по городу а в городе у нас дороги ой 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 sd карта нет аукционик а там нет я управлял он настоящий все совпадает подогрев обувого стекла убить 1 электро дверь круиз я уже по-моему говорил двойной климат-контроль неплохой автомобиль вот он будет рекомендован евгению для покупки вот но евгений скинул два автомобиля до 2 я еще не добрался и так шестнадцатый год 4 воды полтора миллиона рублей